Но другим новостям. Сегодня в Чебоксарах прошло одно из главных политических событий месяца. Михаил Игнатьев встретился с представителями всех политических партий, которые зарегистрированы в Чувашии. Татьяна Молокова продолжит. Всего в Чувашии зарегистрировано 40 политических партий. Кроме известных парламентских есть и экзотические. Например, партия против всех, партия воля, народная партия за женщин на России, российская партия садоводов. Их всех пригласили в Дом правительства, но навстречу пришли не все. Михаил Игнатьев рассказал политическим лидерам о социально-экономической ситуации в республике. В Чувашии созданы институты гражданского общества. Есть уполномоченные по правам ребенка, человека и по защите прав предпринимателей. Мы вместе с вами достигли определенных успехов, но в то же время вопросы на сегодняшний день есть и проблемы остаются. И политические партии, осуществляя политический контроль, общественный контроль, должны давать соответствующие сигналы, свои предложения для того, чтобы должностные лица органов власти своевременно могли реагировать. Ключевой задачей всех нас является повышение качества жизни населения. В соответствии с указом президента России в Чувашии тоже повышается заработная плата бюджетникам. Правительство республики видит это главной своей задачей. Строятся детские сады. На это выделяются средства как из республиканского, так и федерального бюджета. Острыми остается вопрос о ЖКХ. По словам Михаила Игнатьева, 10% управляющих компаний ведут себя недобросовестно. Глава Чувашии призвал участников встречи вести контроль за их работой, чтобы избежать в будущем чрезвычайных ситуаций. Председатель Центральной избирательной комиссии Александр Цветков назвал сложившуюся политическую ситуацию стабильной. А политические партии основным игроком в формировании избирательных комиссий. Почти половина членов ЦИК – представители партий. Я вас заверяю, представители партий – это наиболее активные члены комиссии. Они входят в состав всех рабочих групп, контролируют введение информации в госвыборы, занимаются рассмотрением жалко-предложений. Иногда заседания проходят очень бурно, потому что есть политические интересы, но тем не менее практически всегда решения выносим единогласно. К регистрации на дополнительные выборы депутата госсовета по Козловскому избирательному округу 8 сентября были допущены практически все кандидаты. В последних выборах у нас участвовали только парламентские партии. Парламентские партии – это у нас Единая Россия, Коммунистическая партия, ЛДПР, Справедливая Россия. Имеют уже большой опыт работы во участии в выборах и, как правило, не допускают ошибки при оформлении документов. Партийных лидеров интересовало, почему все должности председателя территориальных избирков занимают члены Единой России. Единая Россия 648 комиссий закрывает. Это 55 процентов. Половина. Большая это цифра или малая? Процесс назначения председателя демократичного обсуждается на заседании комиссии. От КПРФ 10 человек являются членами школы комиссии. И, в принципе, я думаю, что вот это соотношение, оно со временем будет меняться. Представители непарламентских партий предложили создать Совет региональных отделений. Чем больше будет разумных и рациональных предложений, тем с координированием пойдет работа. Согласились участники встречи. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова